Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 144-е упражнение. Прочитаем задание. Прочитай текст. Прочитаем. Первоначальное значение дательного падежа должно было обозначать то лицо или предмет, для которого, ради которого делается что-нибудь. Подарок кому? Дочери. Помогать кому? Раненым. Дань чему? Родине. В этих выражениях можно почувствовать мысль о том, что кому-нибудь что-либо как бы дается. Дочери дается подарок, раненым дается помощь, родине отдается дань любви и восхищения. Это значение очевидно и передало еще в мире древних народов название падежу. Итак, ответя на вопрос, каким было первоначальное значение дательного падежа? Оно должно было обозначать то лицо или предмет, для которого и ради которого делается что-нибудь. Вернемся к заданию. В своей книге «По дорогам и тропам языка» Лев Успенский назвал главу о дательном падеже «щедрый падеж». Как ты думаешь, почему? Потому что в выражениях, где есть существительное форме дательного падежа, можно почувствовать, что кому-то что-то дается. Уточни значение слова «щедрый» в толковом словаре. «Щедрый» означает «нескупой», «охотно тратящий», «на других», «широко оказывающий помощь». На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.